Музыка Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и философии истории Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор газеты «Народная правда», действительно член Петровской академии. Доклад называется «Об изучении ленинизма». Михаил Васильевич, пожалуйста. Вопрос об изучении ленинизма – это вопрос, с одной стороны, познание истины в соответствии с теми теориями, которые здесь развивались. Но самый большой вопрос – это вопрос о том, как выйти нам из того состояния реакции, в которую попала Россия. И как не только России, как и миру выйти из состояния реакции, опираясь на величайшие достижения человеческой мысли. Ну вот может показаться, и мы об этом часто говорили, что одной из причин падения социализма в России является то, что нас предали партийные руководители, такие как Хрущев, и те, кто ему подпевали, те, кто ему помогали, а они вроде бы росли при социализме, стали руководителями в советское время, а уничтожали социализм такие люди, которые ещё в более позднее время не участвовали в революции, не участвовали в гражданской войне, не имели никаких таких вот заслуг. Это Горбачёв и Ельцин, которые один обманным путём, другой таранным путём, но они его уничтожали. Ну и мы на этом внимание акцентируем, и так получается, что вот это дело в том, что, так сказать, вот они и виноваты, и дело, вот если бы не эти люди, глядишь бы, у нас всё было хорошо. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что вся верхушка КПСС за редким исключением, за исключением в значительной мере присутствует здесь, за редким исключением взяла свои портфельчики и пошли. Куда? В банки, всякие капиталистические конторы, а вовсе не пошли на борьбу за возрождение социализма и не пошли на борьбу с контрреволюцией. Или мы говорим, вот на 22-м съезде была принята новая программа, которая реализовала главное в ленинизме учение о диктатуре пролетариата. Ну а что там, один Хрущёв только был, а остальные? А ведь единогласно проголосовали за эти решения. Единогласно. Ну а те люди, которые жили в сталинское время, и которые стали жить в хрущёвское время, я думаю, они во многом рассуждали, как некоторые у нас рассуждают, что вот был первый лицо, товарищ Сталин, надо его слушать, потом этого товарища Сталина стали публично поливать помоями. И что там мы, кроме выступлений в Грузии, небольших сравнительно, в общем-то мы не заметили такого мощного движения в защиту имени и дела Сталина, который, собственно говоря, осуществлял дело Ленина. И который имеет величайшие заслуги в том плане, что, ну вот, после революции гражданской войны, между прочим, надо было совершить такое великое дело, как строительство социализма. То есть нужно было совершить коллективизацию, осуществить индустриализацию, организовать отпор иностранным силам, реакционам, которые хотели удушить советскую власть и социализм в России. И это всё было сделано. И, так сказать, вот снимают памятники, никаких особенных протестов, никаких митингов, никаких выступлений, никаких забастовок на заводах. О чём это говорит? Это говорит о том, что пока мы сидели в разных идеологических учреждениях и пытались, так сказать, обучать азам ленинизма наших товарищей, в целом уровень овладения ленинизмом был в советское время очень низким. И этот, так сказать, диагноз мы должны сказать. Почему? Потому что, видимо, истина понималась именно вот как соответствие понятия предмету. И вот брали отдельные предметы и брали отдельные соответствия. А что по этому поводу говорит товарищ Гегель. Товарищ Гегель, который был творцом диалектики, говорил, что истина должна быть развернута в систему. В систему. И если она в систему не развернута, если она не даёт картины мира, а если человек знает только вот в соответствии это, вот этому, вот это, вот этому, вот это, вот этому, он имеет такую калейдоскопическую картину мира, которую легко разрушить. Заменить одно, заменить второе, заменить третье. И человек не видит такой всеобщей связи, как они связаны между собой. Поэтому вот истина – это развернутая в систему наука. А потому что наука и есть система знаний, и они отдельные знания разных всяких предметов. А у нас процветало знахарство. Я это знаю, это знаю, это знаю, это знаю, это знаю, и кто я? Знахарь. А не учёный. Знайка. Ну, знайка тоже, это не так плохо было бы. Знайка лучше, чем незнайка. Ну вот я думаю, что у нас такая картина сложилась, что оказалось очень много незнайок. И вот я сейчас наблюдаю, во-первых, их стало не намного меньше, но и не намного больше. То есть картина примерно такая же. Вот как мы в то время, которое считалось социалистическим, справедливо, с точки зрения общественно-экономического устройства и политического устройства, так и в наше время. Много ли у нас людей, ну здесь, конечно, нас много тут вот собралось на конференции, а много ли у нас людей в России, которые, ну, знают не что-то из Ленина, не какие-то книги читали, не какие-то выдержки брали, а которые изучали бы Ленина и освоили бы ленинизм. И вот тут идёт счёт на единицы. Если мы насчитаем 10 человек, будет хорошо. А в мире? А в мире 12. А кто ещё двое? Я предполагаю, что есть такие, но не знаю точно. То есть картина именно такая. Причём, если мы начнём так сказать искать, то это действительно, вот так как-то и не бросается в глаза. А в чём дело? Вот я сейчас особенно наблюдаю, в связи с тем, что ко мне обращаются многие товарищи с вопросами, много, особенно из молодёжи, и хотят обязательно, чтобы ответ был на этот вопрос и только на этот, и желательно вне связи с другими вопросами. И особенно желательно, чтобы не надо было ему читать бы Ленина, не изучать бы Маркса, не изучать бы науку логики Гегеля, а вот сразу и получить. Вот такие вот настроения, настроения такие, чтобы получить сразу, они превалировали. Они и раньше превалировали. Вот коротенький курс прочитали, что-то такого нахватались, уже, так сказать, социалистические названия усвоили, всякие красивые слова говорили, а потом под эти слова начинаются подстановки. Запомнили, что у нас социализм? Значит, всё социалистическое, товар социалистический, стоимость социалистическая, конкуренция социалистическая, проституция социалистическая, и поехали, 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 всё социалистическое. И это прямо пропагандировалось чехословатским ревианистом Ирине Гад, Отошиком, членом ЦК КПЧ и директором Института экономики Чехословатской академии наук. У нас читали его книгу «Экономика интересов в политике», она была широко издана. И вообще, надо сказать, люди не столько гонялись как бы Ленина прочитать, сколько, вот и сейчас хватает что-нибудь, что-то изучают, и по-прежнему картина у нас в этом отношении не удовлетворительная в плане изучения ленинизма. Берут только три вопроса, учитывая, что у нас здесь время ограниченное, но три крупных вопроса. Первый вопрос о товарном производстве. У Ленина вопрос этот о товарном производстве, как говорят, при социализме решён, потому что товар, он писал в наказе от СТО Совета Труда и Обороны местным советским учреждениям, государственный продукт, продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие, даже обмениваемый на крестьянское продовольствие, ещё когда частное было ещё производство крестьянское, не есть товар в политико-экономическом смысле. Но называйте товаром, как хотите, только понимайте, что он не в политико-экономическом смысле. Не только товар, уже не товар, перестаёт быть товаром. Берём замечание Ленина на книгу Бухарина «Экономика переходного периода». Ну, вот эти замечания при издании полного собрания сочинений Ленина при Крущёве, они опущены были. Есть другое издание, «Ленинские сборники», там всё, что собирается, всё собирается и издаётся. Ну, вот там дважды издавали в 11-м Ленинском сборнике, потом в 40-м Ленинском сборнике эти замечания, где Бухарин написал, что вот при капитализме выпускается или производится товар, а при социализме – продукт. Ленин пишет, не точно. Надо написать продукты, идущие в потребление, не через рынок. Ну, а в чём главная дорога была уничтожения социализма? Двинуть всех на рынок. Ну, если бы в стране люди изучали ленинизм и твёрдо бы знали, но уж я уж не говорю о Марксе и Энгельсе, они всегда говорили, что это диаметрально противоположное хозяйство, диаметрально противоположное товарному. Или, скажем, товарищ Энгельс говорил, что закон стоимости – это основной закон всякого товарного хозяйства, а, следовательно, и капитализма, поскольку из стоимости, как Маркс показал в капитале, развивается прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость – тоже стоимость. То есть, ну, развернутая стоимость – это прибавочная стоимость. Но вот уже товарищ Сталин, который экономическую работу не написал, а он просто написал замечание к учебнику, и под влиянием, наверное, тех, кто… больших профессоров из разных, наверное, партийных школ, значит, где-то в одной части написал «всё очень хорошо и правильно», я очень рекомендую тот раздел, где Сталин говорит о средствах производства, что вот все эти товарные формы, они – это только внешние формы, а сущность совершенно другая, и прямо противоположная, и нетоварная, доходит до предметов потребления. И тут он, значит, идёт на поводу вот этих так называемых социалистических профессоров, которые пишут, что вот предмет для потребления – товар. Так а что он, значит, предмет потребления производится для обмена? А если он производится для обмена, если завод, так сказать, государственный завод, то есть государство, выдаёт работнику товар, значит, в обмен должен пойти что? Другой товар. А какой товар у рабочего? Рабочая сила. А товарное производство на том этапе, когда и рабочая сила становится товаром, как называется? Капитализм. Ну так вы по этой части вроде должны развивать социализм, а вот по этой части вроде как капитализм. И надо сказать, что вот цельной такой системы не было. То есть можно сказать, что, конечно, Сталин блестяще знал, блестяще знал ленинские работы, абсолютно всё прочитал, и это видно по его сочинениям. Но вот науку логики он не изучал, и поэтому у него системы такой, которая требуется для понимания ленинизма, его, к сожалению, не сложилось. А ведь, между прочим, писал Ленин о чём? О том, что марксизм – это система знаний, которая имеет три источника, три составных части. Во-первых, это марксистская политэкономия, и надо читать капитал. Есть у нас такие марксисты. У нас левых, так называемых левых, как комаров, как клопов, которые делают какие-то левые фронты и болтают о чём угодно. Это люди, которые им стесняются говорить даже о коммунизме, о коммунистах, потому что они просто левые. А левые по отношению к кому? Ну, по отношению к не самым правым. Они левее некоторых правых, и не более того. Значит, это первое. Значит, много мы знаем людей, прочитавших капитал. Вот сейчас начнём перебирать здесь. Не хочу даже задавать вопрос, руку поднимать. Как-то будет не очень здорово. Но первый том ещё найдутся люди. Второй, меньше. Третий. Ну, а как? Ну, а как? Вот всё-таки есть три части. Вот Маркс умер даже на середине, можно сказать, на первой части, после того, как подготовил к печати первый том. Ещё второй – процесс обращения капитала. И третий том – процесс капиталистического производства, взятый в целом. То есть процесс капиталистического воспроизводства. И понятно, что и принцип сообразования там другой. И там рассматриваются о всех являющихся форумах. Ну, разве можно, зная только сущность, не зная, как эта сущность проявляется, понять сущность? Глубоко. Глубоко нельзя. Понять, в общем, можно. И тогда получаются начётчики, которые читают отдельные вещи и так далее. Хорошо. Вторая часть, а вообще лучше говорить не часть, а моменты марксизма. Три составных части или три момента марксизма. Нельзя отделить философию от политэкономии, а политэкономия от научного социализма. Как у нас с изучением науки и логики? Я очень хорошо знаю, как у нас дело обстоит. Кружок такой веду много уже лет. И чем дальше мы идём, чем дальше мы подходим, тем уже круг революционеров. Значит, этот круг революционеров уже, чем у Ленина в союзе борьбы за освобождение рабочего класса. Есть такая фотография. Вот приходите к нам в кружок, сделайте нашу фотографию. У нас тоже такой узкий союз борьбы за диалектическое освобождение рабочего класса от метафизики. Ну и теперь скажите, пожалуйста, а что собой представляет так называемый социализм или вера в нашу победу, наш настрой на социалистическую революцию, на возрождение социализма, когда у нас этот самый научный социализм не основан на твёрдом изучении политэкономии и на твёрдом знании науки, логики, гегеля, диалектики? Если кто-то знает другой способ изучать диалектику, пусть скажет. Ну, я во всяком случае не знаю, хотя я вот считаюсь специалистом по этой части. Ну вот, может быть, есть люди более просвещенные, особенно быстрые такие, которые знают рецепты. Говорят, вот есть всякие книжки, которые без этих страданий с наукой и логикой можно быстренько прочитать и считать себя уже на таком диалектике. Есть такие. Ну и как тогда можно это сделать? Значит, вот берём, значит, первый вопрос. Вопрос о товарном производстве. Огромное количество людей, большинство не разобралось в нём, и к 50-м, 60-м годам. Поэтому, когда повели людей на рынок, то товарищи наши трудящиеся, хорошие люди, интеллигенты, выпускники высших партийных школ и университетов марксизма и ленизма, я присоединяюсь с Владимиром Петровичем, я в университете марксизма и ленизма Ленинградского горкома партии заведовал кафедрой научного коммунизма. А товарищ Казёнов у меня был ведущим преподавателем. Так что мы в этом участвовали во всём. Мы пытались научить, но я хочу сказать, что общая масса, мы в этом направлении продолжаем учить. И точно с таким же успехом пока. Поэтому я хочу сказать, что если вопрос стоит в том, что мы будем учить, а другие будут упираться, и не понимать, что они из этой нищеты, из контрреволюции, из реставрации капитализма не выберутся без ленинизма. Не выберутся. И дело не в том, что надо изучать, а дело в том, что это нужно для того, чтобы изменить жизнь. И поэтому ленинское понимание истины, что истина – это не то, что нужно просто ради истины, ради того, что, дескать, я знаю теперь вот это, как правда. Так надо не просто это знать, надо иметь идею. А идея отвечает на вопрос, что делать. А как вы можете ответить на вопрос, что делать, не изучая полного собрания сочинений Ленина? Это что, невозможно изучить полного собрания сочинений Ленина? Вот из выступавших, скажем, товарищ Галхов полностью прочитал все произведения Ленина. Так? Вот он сидит здесь, скромный такой банковский работник. Прочитал. Товарищ Казенов здесь выступал. Ничем его это не повредило. Вот. Я не умер от этого. Если кто думает, что от этого умрёшь, от того, что прочитаешь, то уже, так сказать, от этого не уберут. Я думаю, тут есть и другие товарищи. Вот. Я, так сказать, не хочу, так сказать, начать перекличку или кого-то выставлять. Просто хочу сказать, что ничего в этом страшного нет. Ну, просчёте вы за 10 лет. Ну, человек вот сейчас, вот здесь есть молодёжь. Кому-то 20, кому-то 18. Ему 20, через 10 лет просчёт будет 30. А кому-то 50, некоторым 60, некоторым уже 70. А они так и не просчитали. Ну, а если вот я буду сейчас выступать, доклад делать, а кто-то уйдёт, придёт, уйдёт, придёт, что у меня будет в голове? Только вот так изучают ленинизм у нас. Где применить вот эти самые знания диалектики и материалистически истолковать науку логики и как понять капитал Маркса, если у нас есть такое прекрасное произведение, как «Полное собрание на сочинение Ленина». В чём его соль? А соль его в том, что вы должны поместить в голову пример применения диалектики и материализма исторического поместить в свою голову. Потому что если вы находитесь, как говорил Ингельс, в пределах своей комнаты, вам достаточно и здравого смысла. А если вы выходите на широкий простор исследования, хотите изменить мир, ну, как вы хотите изменить мир, если даже не смогли прочитать полное собрание сочинений? Неужели изменить мир проще, чем прочитать собрание сочинений Ленина? Скажите, пожалуйста, дорогие товарищи, не может ли Россия, как великая страна, рассчитывать, что ну, хоть сколько-то десятков человек будет в России, которые прочитали полное собрание сочинений Ленина? Прошу докладывать мне, кто прочитет, я записывать буду. А мы будем отчитываться, что у нас, вот в нашей стране, вот прошу мне телеграфировать, значит, электронную почту даю, по ПФМВДОМ, собакамейл.ру, присылайте, я буду фиксировать и обнародовать все время. На сайте, будете сообщать на сайте московского отделения, там хорошо, из Москвы. Вот еще один прочитал. А премии будут выдавать? Премии будут. Премия одна для всех, социализм. Ну, а как вы хотите? Премию же получить надо, а не просто так. Имеется в виду, как только вы начнете читать, вы увидите, что оказывается смысл-то ленинизма в действии, а не в чтении, и что истинность-то доказывается практикой. Где же ваша истина, если вы такие истинные, а у вас никак социализм не получается? А зачем так и читать? А? А зачем так и читать? Действовать надо. Трестить, трестить. А некоторые, да, считают, что надо действовать, а не читать. И что они в результате действия получают? Сгадность. Нам хотят рассказать из Латвии, как будут поступить. Да. Игорь Васильевич, а вы засчитываете на все полное собрание сочинений Галины Целедуи? О Марксе. А Марксе? А я не уверен, что она его прочитала. Не засчитываю. Нет? Нет. Потому что так интересно, у нас специалисты по ленинизму обходятся без того, чтобы быть специалистами по диктатуре пролетариата. Очень много всяких рассказывают вещей и вообще всякие книжки о ленинизме. О чем только не рассказывают, только не о главном марксизме. Хорошо, чтобы вычитать. Да. И вот это все отраженный свет. Не нужен этот отраженный свет. Не надо Ленина... Вот Гегеля не надо читать по Марксу, Маркса не надо читать по Ленину, а Ленина не надо читать по специалистам по Ленину. Что тут непонятного? Надо все читать в первоисточнике. Почему? Да по одной простой причине. Если вы люди простые, нормальные, надо читать гениальных людей. А зачем вы будете читать людей не гениальных? Вы же хотите быстрее получить и осознать. Возьмем второй вопрос. Вопрос о цели социалистического производства. Тот, кто читал том шестой собрание сочинений, полного собрания сочинения Ленина, помнит, какая была дискуссия между Лениным и Плехановым по поводу целей производства. Когда Плеханов говорит, надо просто для нужд общества. А Ленин говорит, еще в комиссии по программе. Да такую еще организацию еще и тресты могут дать. Надо для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Поставили. Мартов никаких следов не оставил при обсуждении программы. Видимо, он в теории совсем ничего не понимал, но хотел быть вождем. Вождем он и остался меньше веков. Но вот Плеханов и Ленин, так сказать, выработали программу. И вот в этой программе стоит. Это же положение перекочевало во вторую программу. Я думаю, оно спокойно перекочевало. Никто этого особенно не заметил, потому что, опять-таки, среди соратников Ленина и Сталина было очень много людей, которые и за Ленина, и за Сталина, и за социализм, и за коммунизм, только они не знают, какая цель социалистического производства. И вот на том же 22-м съезде из программы партии вынимают эту цель социалистического производства, которое стояло и в первой, и в второй программе, и впишут туда всё более полное удовлетворение материальных и растущих потребностей советских людей. Есть у вас потребность водку пить, пейте всё более полно. Есть у вас потребность наркотики курить, курите всё более полно. Растущие, а не растущие же, а растущие. Ну, кто ходит в театр, приходите в театр, а другие пиво пьют, пусть пиво пьют от пуза и так далее. Это же поставили. Я сейчас не о вине тех, кто поставил, а вот те, кто там голосовали, а те, которые на съезде не были, которые получили материал, они-то почему не возмущаются, что изъяли такое коренное положение программы «Ленинское положение о сути социализма», о цели производства. И какие-то были возмущения, волнения по этому поводу, хотя бы протесты? Нет. А почему? Это говорит о том, что передоверили право первородства. Кому? Кому передоверили? Тому, кто сидит наверху. А весь смысл марксизма и ленинизма в том, что там рабочий класс, руководящая сила, вот оттуда должно всё идти. И надо следить за своими вождями и контролировать их. Тогда они, может быть, и не будут вождями, их будут вовремя прогонять. Третье положение коренное. Вот уже его цитировал в первом выступлении Борис Николаевич Гавшин, когда Ленин говорит, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадёжный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, его и на собрание пускать стыдно. И что? Во-первых, это ничего не читали люди. В-третьих, этого никто почти не знает. Вот мы когда издавали по инициативе Ивана Михайловича Герасимова, вот так сказать, и с помощью вот здесь присутствующей Оли Возеровой, которая нас не только отражает, но она большую работу проделала по подготовке сборника, который называется «Главный в ленинизме». Ну вот в этом сборнике думаем, ладно, мы короче сделаем. Ну всё-таки 55 томов, а мы сделали короче, как сейчас говорят. Я однажды шёл по историческому факультету, там такая группка человек пять девушек, молодых, с первого курса. Ничего не слышно, что говорят, но слышно. Короче, 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 короче. Вот мы сделали короче. Одну книжечку вместо 55 томов. Что, думаете, здорово читают? Или радуются, что она есть? Вот висит на сайте Фонда Рабочей Академии, прямо на главной странице. Читайте. Короче. Но не для того, чтобы этим вот коротким и закончилось, чтобы вы потом углубились бы и почитали бы полное собрание сочинений. Потому что картина ленинизма, если прочитаешь главный в ленинизме, другая, противоположна тому, что распространено, ширпотребует тому, среди левых, так называемых. Ну вот третий вопрос. И что, товарищи, которые сидели на свете, они что, не слышали, что диктатура ультреат этой главной в марксизме и в ленинизме? Не знали? Ну хорошо, эти не знали. Ну хорошо, приехали со съезда. Почему те, кто не приехали со съезда, не разорвали за то, что они проголосовали изъятие из программы партии учения диктатура ультреата? Разве не ясно это для коммунистов должно быть, что если вы изъяли из программы, что это предатели вообще марксизма, предатели коммунизма, что их надо гнать поганой метлой. Кого погнали поганой? Никого. Красота. Ну и возвращаемся к нашему времени, к нынешнему. Если мы хотим, чтобы мы не просто в условиях капитализма, а и в пользу, в буржуазной демократии, в замечательных помещениях, в прекрасных условиях, если мы не хотим, чтобы мы продолжали из года в год делать хорошие доклады, делать хорошее выступление, и приветствовать друг друга, и отмечать, как это всё здорово и хорошо, а нас приветствовать будет господствующий класс, вот хорошие пошли коммунисты такие, собираются, поговорят, слава богу, о чём хотят, пусть говорят, и о марксизме, о коммунизме, о диктатуре патриарта, о непосредственно общественном хозяйстве, о непримиримости к врагам социализма и к непримиримости к противникам, в советской власти, пусть говорят, всё равно в советской власти уже нет, пусть говорят. Вот я думаю, что мы должны прекрасно понимать, что если вот это осознание того, что ленинизм должен обладевать не десятками, не сотнями, а тысячами и миллионами, если мы хотим изменить соотношение сил, вот тут уже выступали товарищи материалисты, и они нам очень просто и понятно объяснили, ссылаясь на Маркса, что силу можно опрокинуть только силой. Ну как мы себе, некоторые люди представляют силу так, что я возьму палки или другие средства. Нет, так сила имеет в виду, что должна быть материальная сила, а как получается материальная сила, когда какая-нибудь идея овладевает массами, она становится материальной силой. Ну и что, овладела у нас? Нет, у нас овладела только такая идея, что Ленин и Сталин – хорошие люди. У нас жизнь при них была лучше. Эта идея овладела. А то, что надо изучить, почему она шла лучше, и что главное, так сказать, в ленинизме понять, это ещё не то, что овладела. Поэтому задача овладения ленинизмом, изучения ленинизма – это народное дело, это задача для всех трудящихся. И тот, кто это дело не делает, тот не помогает делу возрождения социализма, делу социалистической революции. Не может идти речь, пока широкие круги трудящихся, или, скажем так, хотя бы узкий слой рабочего класса, его передовой состав, и интеллигенции, которая вносит сознание интересов рабочего класса в сам класс, не овладеет ленинизмом. Задача овладения ленинизма – это коренная задача сегодняшнего дня. Михаил Васильевич, спасибо. Спасибо.